Дорогие друзья, в этом видео я хочу рассказать о тошноте и рвоте беременных. Как я уже упоминала, мы не используем слово токсикоз в характеристике тех неприятных симптомов, которые возникают по ходу беременности. И как раз тошнота и рвота это самый частый симптом, с которым сталкиваются женщины. Приблизительно 80-90% женщин жалуются на тошноту и около 30-40% на рвоту. И в крайне редких случаях требуется вмешательство врача, когда возникает так называемая неукротимая рвота, о чем мы поговорим чуть дальше. Так вот, тошнота это довольно, ну скажем, распространенный симптом. И я, в принципе, не встречала много женщин, которые бы не жаловались, что их хотя бы чуть-чуть не поташнивало или, скажем, что у них не было позыва в народ. И здесь очень важный момент, когда даже мы оцениваем, насколько вот это состояние у женщин протекает благополучно или вызывает слишком много дискомфорта, конечно, ощущение дискомфорта, это личный, это субъективный фактор. Но в то же время, если женщина говорит, что у меня страшный токсикоз, что у меня прямо все рвет и так дальше. И когда уточняю даже, например, сколько раз у нее бывает рвота, она говорит, ну до рвоты не доходит, но у меня позывы, такие частые позывы. Я сразу хочу сказать, что это как раз самый легкий, самый простой вариант вот этого неприятного симптома, как тошнота. Потому что мы говорим о неукротимой рвоте, когда есть действительно 15 и больше непозыва именно рвотных вот этих моментов, когда рвоты в течение суток. Но возвращаясь к обычной тошноте и, скажем, не слишком частой рвоте, почему она возникает? Теорий очень много, предположений очень много, но никто не знает точно, как говорится, причину. И именно поэтому называли раньше токсикоз, типа женщина отравляется продуктами беременности. Естественно, что замечено, что поскольку тошнота и рвота возникают именно в первой неделе беременности, то, возможно, это связано с тем, что растет уровень ХГЧ, то есть органического гонотропина человека или по-другому ХГЧ, это истинный гормон беременности. Но оказалось, что как раз симптомы рвоты чаще, симптомы тошноты и рвоты чаще всего появляются к восьмой неделе, когда уже ХГЧ начинает постепенно падать. Да, он может достигать максимум некоторых женщин 9-10 недель, но как раз к 12 неделям, 13 неделям тошнота проходит. Для этого времени ХГЧ тоже понижается. Поэтому, хотя и есть связь с ХГЧ, мы все-таки не знаем, насколько действительно повышающий уровень ХГЧ приводит к появлению рвоты. Также мы знаем, что при многоплодной беременности, особенно когда есть две плаценты, действительно женщина испытывает больше тошноты и рвоты. Почему? Наверное, потому что все-таки две плаценты вырабатывают больше ХГЧ. И при трофобластической болезни, когда разрастается вот этот трофобласт, то есть разрастается ворсиных орион и они начинают вырабатывать очень много ХГЧ, действительно чаще встречается рвота и тошнота. То есть женщины намного имеют такие более выраженные симптомы рвоты, поэтому возможно все-таки ХГЧ играют важную роль. Другие эксперты говорят, что в возникновении рвоты при беременности может участвовать не только ХГЧ, но и тот же уровень прогестерона, который повышается. Потому что мы тоже знаем, что сам по себе прогестерон может вызывать неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, в том числе тошноту и рвоту. Но даже не копаясь глубоко в причинах тошноты и рвоты, нельзя называть это отравлением из-за того, что женщина беременна. Потому что, честно говоря, беременная женщина может принимать различные продукты, различные вещества, даже не думая о том, что некоторые из них могут приводить к нарушению развития плода или эмбриона. Ведь не зря говорят, что есть тератогены, то есть вещества, которые приводят порокам развития, и именно они попадают в кровоток женщины нередко через лекарства, которые она принимает. И, к сожалению, как раз лекарственные препараты, да и много нелекарственных препаратов могут наносить вред беременности, и женщина может даже об этом не подозревать. Мы поговорим на тему опасных и безопасных лекарств беременности, а также различных травм, которыми увлекаются некоторые женщины, как они могут оказывать влияние на состояние женщины в других видео. Возвращаемся к рвоте и тошноте. Действительно крайне неприятный симптом, но здесь важно понять, что чаще всего, начавшись где-то к концу восьмой недели, все эти симптомы, то есть и тошнота, и рвота, проходят приблизительно после 12 недель. То есть завершение первого триместра становится намного-намного лучше. Для большинства женщин это кратковременный период, буквально неделю-полторы. Хотя, конечно же, есть женщины, которые жалуются, что у них рвота чуть ли не до второго триместра, то есть весь второй триместр и даже до конца беременности. Это единичные случаи, но это может быть. И как раз оказывается, что вот эти продолжительные симптомы тошноты и даже рвоты наблюдаются чаще всего у тех женщин, у которых есть проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, в частности различные гастриты и энтероколиты. То есть когда есть проблемы со стороны пищеварительной системы, это тоже нужно учитывать. И здесь важно предпринимать меры, например, даже назначать определенное лечение для уменьшения вот этих неприятных симптомов. Если говорить о том, как спокойно перенести этот период, крайне неприятный, то существует несколько мер. Но что я хочу еще сказать, что на самом деле со рвоты женщина может потерять даже определенный вес, потому что, во-первых, у нее резко понижается аппетит, у нее меняются вкусовые качества, то есть та еда, которая раньше нравилась, теперь может вызывать крайне неприятные ощущения и даже приводить к тошноте или рвоте. Это все нормально для беременности. И в такой вот период женщина реально может не кушать или, скажем, у нее нет аппетита, нет желания, она боится, что это все выйдет из нее, это крайне неприятное состояние, поэтому она может терять вес. И именно поэтому природа придумала защитный механизм со стороны плодного яйца. Это желточный мешок. Желточный мешок как раз обеспечивает всеми необходимыми питательными веществами плодное яйцо, пока не становится тесная связь с материнским организмом и пока мать уже, то есть пока вот это плодное яйцо не начнет получать все важные питательные вещества от мамы, то есть от женского организма. И как раз к 8-10 неделям, да, этот желточный мешок помогает даже пройти тот период, когда женщина может не кушать нормально, когда у нее тошнота и рвота, то есть она даже теряет вес. Это не опасно для беременности в большинстве случаев. Это может быть опасно для здоровья женщины, но об этом мы поговорим чуть позже. Таким образом, даже если вы недоедаете, даже если вы теряете вес, это все восстановится, возобновится, как только закончится это состояние и вы начнете потихоньку возвращаться к норме и нормально питаться. Поэтому не переживайте, если ваш ребенок чего-то там недополучит, он все получает, все то, что ему нужно. И как раз прогрессирующая беременность говорит о том, что все нормально с ребенком, то есть он растет, все хорошо. Как устранить вот эти неприятные симптомы? И есть несколько правил, которым, к сожалению, не обучают беременных женщин и даже во многих книгах по беременности об этом не пишут. И у меня есть книга «9 месяцев счастья», где я детально тоже рассказываю, что женщина может предпринять в случае возникновения тошноты и рвоты. Самое первое, нужно понять, что это норма беременности и не паниковать, что ваш ребенок получает достаточное количество питательных веществ на этом этапе беременности. Поэтому не нужно переживать, что вы что-то не так, не доели, не то скушали. Второй важный момент. Нужно понимать, что в этот период вы можете кушать все, что вам нравится. То есть нет никаких ограничений диеток. Ну, конечно, за исключением алкоголя. Но некоторые женщины говорят, я хочу селедки. Слышали о том, что или соленые огурцы, да, тянет, потому что с рвотой и тошнотой женщина теряет частично жидкость своего организма. Поэтому ей хочется заменить вот эту потерю солей. Плюс, если учесть, что как раз меняются вкусовые качества, то действительно женщина может тянуть на более острые блюда, на более соленые блюда. Для беременности эти блюда являются противопоказанием. То есть женщина может питаться и кушать все, что ей хочется. Конечно, тут важно не передать, потому что чем быстрее будет наполняться желудок, тем больше шанс того, что все-таки женщина опять будет иметь рвотный рефлекс. Так вот, кушаем, значит, второе правило. Вы можете кушать все, что вам хочется. В видео о питании при беременности мы обсудим, какие продукты должны избегаться. Это в основном будет касаться сырых продуктов, сырых, в основном мясных продуктов, а также немытых овощей и фруктов, потому что мы боимся заражением таксоплазмы и рядом других опасных кишечных инфекций. Но в целом вы можете кушать практически любые продукты, которые вам нравятся. Значит, не так важно думать сейчас о диетах и о правильном питании. Главное, чтобы вы пополняли, скажем, потребность в калориях и хотя бы ряде питательных веществах, свой суточный рацион. Третий важный момент. Порции должны быть небольшими. Собственно говоря, рвота возникает по утрам, тошнота и рвота по утрам, потому что на голодный желудок вы стараетесь позавтракать. И вот тут сразу же, кто не успел позавтракать, раз это все выходит. Поэтому мы рекомендуем кушать небольшими порциями. Лучше кушать по чуть-чуть, но небольшими, но чаще. Фактически, как это делают диабетики. Но это как раз помогает пищу усвоиться быстрее и в принципе не перерастягивать желудок, не перерастягивать вообще, то есть не вызывать вот это чувство наполнения желудка и таким образом не раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта. Поэтому у вас есть больше шанс того, что такая пища в небольших порциях усвоится быстрее, чем, скажем, какая-то одна большая порция. Еще один важный момент. Желательно принимать пищу в холодном или полухолодном виде. Потому что оказалось, что как раз горячие вот эти супы, напитки, они вызывают больше ощущения тошноты и даже больше позывов на рвоту. Поэтому мы рекомендуем питаться чем-то холодным. Это может быть тот же холодный суп, но как раз горячий кофе, горячий чай, например, или горячий суп и даже горячая еда могут приводить к негативным последствиям. Значит, переходим на холодный. Это не вредно для организма. И какой-то короткий период времени вы можете спокойно пожить на холодной пище. И еще один важный момент. Это принятие более сухой пищи. То есть, казалось бы, что жидкая пища, она лучше усваивается, быстрее усваивается, потому что она как бы проходит через желудочно-кишечный тракт быстрее. В какой-то степени, да, жидкая пища проходит быстрее. Но в то же время оказалось, что именно раздражение желудочно-кишечного тракта и лучше даже усвоение происходит за счет употребления каких-то сухих или полусухих продуктов, то есть более твердых продуктов. Поэтому в небольшом количестве это как раз помогает лучше усвоиться этим продуктом питания и не выйти через воду обратно. Еще один важный момент, что, как я сказала, поскольку бывает часто не только тошнота и нарвота, вы теряете определенное количество жидкости. И как раз обезвоживание организма, оно нарушает водно-солевой обмен, оно ухудшает ваше самочувствие, вы начинаете страдать больше. Поэтому чрезвычайно важно пополнять свои запасы жидкости употреблением воды. Здесь существует, скажем, такое заблуждение, что якобы можно пополнять любыми видами жидкостей, то есть соки, потому что там какие-то витаминки, там еще какие-то минералы и так далее. На самом деле мы не рекомендуем употребление соков, если это не свежеприготовленные соки, то есть из свежих овощей и фруктов. Но даже в таком виде они могут вызывать немало неприятных симптомов, усиливать тошноту. Поэтому чистая вода, бутылочная или фильтрованная вода, это, наверное, лучшая жидкость, которая может быть в состоянии тошноты и рвоты беременных. То есть все-таки лучше давать предпочтение обычной воде. И воду, опять же, нужно пить в холодном виде маленькими глотками. То есть не нужно сразу выпивать 200 миллиграмм или миллилитров воды, а на самом деле потихоньку, по чуть-чуть увлажнять рот и принимать как раз воду небольшими порциями. Это, наоборот, поможет тошноте пройти быстрее. Вот такие как бы меры. Еще один важный момент, что мы рекомендуем как раз утренние часы или вообще те периоды, когда появляется тошнота и рвота, принимать пищу в положении полусидя или полулежа. И так, и так можно говорить. То есть, опять же, чтобы разгрузить вот этот сфинктер между пищеводом и желудком, чтобы не было пищеводно-желудочного рефлюкса, который также повышает ощущение изжоги и опять же может провоцировать рвоту. Поэтому мы рекомендуем принимать пищу полусидя. Также мы не рекомендуем резко подниматься после приема пищи, двигаться. То есть, все-таки немножечко отдохнуть, посидеть, не нагибаясь, не наклоняясь. То есть, стараясь как бы немножко позволить пище пройти в нижние отделы, то есть в желудок и дальше в кишечник. И обычно пища переваривается, можно сказать, обрабатывается в желудке около 40 минут, в зависимости от количества и от вида пищи. И поэтому где-то через 40 минут, иногда через 25-30 минут, если немного, она поступает в кишечник, в нижние отделы, в двенадцатиперстную кишку, где дальше проходит обработку. И поэтому к этому времени уже как раз такая пища, она вряд ли вызовет рвоту, то есть вряд ли она выйдет наружу. И вот самое важное, что как раз эти 30-40 минут после приема пищи не нагружать себя физическими активностью, а вот практически полежать, отдохнуть, посидеть и позволить этой пище лучше усвоиться. Помимо вот таких приемов, скажем, мер профилактики тошноты и рвоты у беременных женщин за счет вот этой культуры приема пищи, существуют дополнительные средства, которые могут понизить ощущение тошноты и рвоты. Это как медикаментозные средства, так и немедикаментозные средства. К немедикаментозным средствам относят имбирь. Имбирь может использоваться в виде чая или просто свежий имбирь, который мы рекомендуем пожевать. Имбирь оказался совершенно безопасным растением, которое не вызывает негативных побочных эффектов со стороны беременной женщины, также не влияет никак негативно на плод и эмбриот. В отличие от других лекарственных трав, которые широко могут использоваться вне беременности, в том числе различные травяные чаи, имбирь, он самый безопасный. О том, как контролировать прием других лекарственных трав и не казаться жертвой ошибочного мнения о том, что травы вполне безопасны, я буду рассказывать в другом видео. Но еще раз повторю, что имбирь считается вполне хорошим таким средством от тошноты и рвоты, поэтому женщины могут воспользоваться имбирьем в любом виде для предотвращения этих неприятных симптомов. Также беременная женщина может воспользоваться витамином В6. Он оказался совершенно безопасный и считается, что 10 мг этого витамина в день может предотвратить рвоту у беременных женщин. Существуют некоторые медикаментозные препараты, вполне безопасные для беременных женщин, например, дикликтин, который содержит витамин В6 и другой ингредиент с противорвотным эффектом. Но в продаже вы можете найти и другие, скажем, лекарственные препараты, комбинация В6 с другими лекарственными препаратами, которые в принципе не противопоказаны при беременности на ранних сроках. Если у вас есть сомнения, вы можете почитать инструкции к такому препарату. Они уже сейчас появились, есть в разных странах, под разными названиями. Поэтому не забывайте читать инструкции по применению этих препаратов. Все же, если у женщины все-таки действительно она чувствует себя очень плохо, то, конечно же, при возникновении так называемой неукротимой рвоты, то есть когда у женщины есть рвота 15 раз и больше в течение суток, и практически она ничего не может положить в рот, что бы она ни положила в рот, ее ментально же выворачивает, то есть она все это выходит. В таких случаях женщина должна находиться в стационаре, потому что женщина не только теряет жидкость из организма, она теряет соли, поэтому ее состояние может ухудшиться значительно. И как я сказала, что в стационаре чрезвычайно важно не только оказывать медицинскую помощь, но учить вот этим приемам приема пищи, о которых я уже рассказала, то есть все-таки учить женщину компенсировать вот эти потери жидкости и питательных веществ. Я когда консультирую таких вот женщин, которых направляет в стационар, я вижу, что их практически никто не учит вот этим мерам профилактическим для устранения симптомов тошноты и рвоты самым простым. И поэтому, когда они попадают в стационар, им говорят, нельзя кушать вообще, это будет хуже, их садят на капельницы, и практически слишком большое количество жидкости вводится в организм, что приводит к нагрузке на сердце и на легкие. И в дальнейшем такой женщине предлагают даже прервать беременность, потому что говорят, что ей ничего не помогает. И когда я уточняю, спрашиваю, ну а вы пробовали немножко по-другому принимать пищу, принимать жидкость, хотя бы ополаскивать рот, она говорит, нет, меня никто абсолютно этому не учил. Поэтому важно понимать, что даже находясь в больнице, вы все-таки должны пробовать принимать меры по приему, например, пищи, по приему жидкости, то есть все-таки пробовать. И в больничных условиях разрешается использовать противорвотные средства, когда мне спрашивают, что это страшно опасно для развивающихся плода, на самом деле нет. Если состояние женщины плохое, то нет абсолютно никаких противопоказаний для того, чтобы могли принять противорвотные средства. Иногда хватает небольшого количества этих препаратов для того, чтобы остановить вот эту рвоту и улучшить состояние женщины значительно. Значит, мы не отказываемся от противорвотных средств, а также ряда других. В частности, капельницы с витаминами, минералами, то есть солевые растворы, с глюковозой для улучшения, скажем, уровня сахара. Все это допускается. Парентеральное, как мы говорим, питание, потому что нужно обеспечить женщину необходимую питательничеством и энергией. И поэтому даже белковые некоторые смеси, это все разрешается. Ну и еще раз повторю, медикаментозные средства, которые используют для украшения рвоты, ротового рефлекса. Это тоже допускается, есть различные классы, я не буду об этом рассказывать, потому что в реальности это уже задача врача. Таких вот неукротимых рвот, к счастью, не так часто, всего 1%, даже меньше. И, к сожалению, опять же, в около 40% случаев беременность приходится прерывать, потому что реакция женщины на беременность крайне негативная, она теряет силы, она практически умирает от голода. И поэтому таких случаев беременность рекомендовано прервать во благо этой женщины. Как себя будет проявлять следующая беременность, если женщина захочет родить снова? Мы на самом деле не знаем. Конечно, шанс повторения неукротимой рвоты существует, но беременность, беременности рознь. Поэтому на самом деле мы даже не знаем, как может протекать следующая беременность. И мы пока что не будем об этом говорить. Но возвращаясь снова к нашей тошноте и рвоте при беременности, важно понимать, что в большинстве случаев это не настолько страшно и плохо. И когда кто-то говорит, что ребенок не получит своего, или кислорода, или еще что-то, это не совсем правда. Поэтому спокойно носите беременность, придерживайте тех рекомендаций, которые я дала по ходу этого видео. И у вас наверняка улучшится ваше состояние намного быстрее, чем просто переживая, нервничая, что что-то не так, и с вашим ребенком будет что-то не так, если вы не будете кушать. Конечно, у ряда женщин тошнота и рвота может быть и во втором триместре, и в третьем триместре. В данном случае нужно вмешательство гастроэнтеролога, то есть должна быть консультация этого специалиста. Проработана тактика ведения такой женщины, как облечить ее, потому что носить всю беременность и иметь рвоту, это не совсем приятные явления. Но в то же время нет таких случаев, что женщина будет постоянно иметь рвоту, не сможет вообще усваивать никакую пищу, выносить эту беременность до 9 месяцев. Это невозможно. То есть женщина все равно усваивает определенное количество питательных веществ, главное научиться правильно их принимать. И главное, вот я всегда говорю, введите дневник, наблюдайте за собой, после какой пищи вы чувствуете себя намного легче, какая пища доставляет вас дискомфорт, например, какая пища вызывает рвот, рефлекс. В таком случае вы сами сможете подбирать пищу, которая будет вызывать у вас наименьшие неприятные симптомы тошноту и рвоту. О других неприятных симптомах я поговорю в других видео. До встречи в эфире!